Да, Ангела Чарли возвращается на экраны. Уже во второй раз. Или в третий. Давайте разберемся. В 1976 году на экраны вышел сериал под этим названием и продержался 5 сезонов до 1981 года. По сути, в нем было все то, что мы уже видели. Это три главных героини, их невидимый начальник Чарли и его помощник Босли. Сериал представлял собой набор несвязанных эпизодов, то есть в каждой серии происходило отдельное приключение, к которому в дальнейшем уже не возвращались. В 2000 году на большие экраны вышел одноименный полнометражный фильм «Ангелы Чарли», который был выдержан в традициях сериала. Впрочем, фильм стал частично комедией, чего в оригинальном сериале старались избегать. А также по воле продюсеров главные герои стали по большей части экспертами в боевых искусствах, противовес героиням из сериала, где те использовали огнестрельное оружие. Через три года выходит прямое продолжение фильма «Ангелы Чарли. Только вперед». И в этот раз создатели попытались выехать на успешности первого фильма. Получилось не очень. Мне кажется, в картине явный перебор в сторону некой беззаботности и шуток. Все-таки главной героиней работает детективным агентством. Но вообще фильм вполне смотрибелен, и за ним можно провести пару часов. В 2011 году на телеэкрана возвращается сериал «Ангелы Чарли». Создатели попытались сделать прямой ремейк оригинального сериала 1976 года, но у них ничего не вышло. Сериал закрыли после четырех серий. В основном негативную оценку получил неинтересный темп повествования и игра актеров. Ну и рейтинги, сами понимаете, это же сериал. А в 2010-х годах сериалы совсем уже другого уровня, нежели в 70-х. Ну и в 2015 году компания Sony решила перезапустить серию комедийных боевиков, и четыре года спустя на экраны выходит новый фильм с незатейливым заголовком «Ангелы Чарли». Здравствуйте, дорогие друзья, и вы будете смеяться, но вообще новый фильм «Ангелы Чарли» вовсе не такой уж и плохой. Я лично получил свою порцию удовольствия от просмотра, поэтому давайте сразу приступим к обзору. В центре сюжета некая технология, способная сделать революцию в области энергетики, однако находятся люди, готовые использовать ее в качестве оружия, поэтому сотрудница лаборатории, где проходит вся эта разработка, обращается в детективное агентство Чарльза Таунсендер, чтобы не допустить попадания устройства в плохие руки. Однако на нее открывается охота, и Ангелы Чарли берут ее под свое крыло. Ну и надо ли дальше раскрывать сюжет? Три девушки главной героини борются против очередного заговора жуликов международного масштаба. Все как всегда. Драки, перестрелки, беззаботные друковаляния девчонок, целая армия босли. Да-да, вы не ослышались. Причем трех из них играют. Патрик, Пикар, Стюарт, Джимон, где бы еще сняться, Хансу, Элизабет, я еще и режиссер, Бэнкс. Как ни странно, всех их приятно видеть на экране. Стюарт вообще производит впечатление бессмертного актера. Кажется, он не поменялся за последние 30 лет. Главной героини. Давайте разберемся. Тут, как всегда, три типажа. Бунтарку играет Кристен Стюарт. И, наверное, это первая ее роль за много лет, где она начинает играть лицом. Но надо признать, самой ролью она справилась на троечку. Ангел в ее исполнении получился весьма невыразительным бунтарем. Элла Болинска играет суперисполнительную бывшую сотрудницу МИ-6. И, пожалуй, она справилась лучше всех. Жаль только, что ее персонаж в фильме плохо выстроен. Наоми Скотт, которую мы могли видеть уже ранее в этом году в Алладине, играет Елену Хоффлин, ту самую сотрудницу лаборатории. И она, по большому счету, вписывается в команду как новичок и офигевается от всего происходящего. Наверное, в силу становления ее как Ангела, в фильме ей отдается больше времени, чем другим. Но у меня, по сути, к этому никаких возражений. В целом, Ангела Чарли это все еще интересный приключенческий шпионский комедийный боевик. Ровно такой же, какими были фильмы оригинальной идеологии начала нулевых. Разве что стало поменьше танцев. Поэтому, если вам понравились те фильмы, то и новый, скорее всего, зайдет. А что до вас, дорогие авторы, комментариев. Такого раньше не было, и кино про феминизм. Так пусть у вас от злости зубы искрошатся в пыль. А я повторюсь. Ангела Чарли всегда были и остаются фильмами про девушек. Еще с оригинального сериала 76-го года. Я ведь и даю обычно в начале своих обзоров представление о киносерии, чтобы стало понятно, откуда уши растут. Это все равно, что сказать, ну надо же, а Звездные войны оказываются про отцов и детей. Успокойтесь. Здесь ваши комментарии неуместны. Не нужно срывать покровы там, где их нет. А если вам все равно есть что сказать, то пишите прямо тут, в комментариях на ютубе. Кстати говоря, огромное спасибо за просмотр и тем, что делитесь этим видео с друзьями. А с вами был я, Илья Финт. Всем приятного просмотра и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok